Добрый день! Добрый день! Мы переговорили с руководством с тем, чтобы не сорвать двухсуточный заплыв в Алтае. Буквально за сутки вы изменили? Только вчера пошли такие переговоры, упорные очень, и руководство пошло навстречу, чтобы двухсуточный заплыв прошел на территории Новосибирской области. Это вообще впервые. Если на Алтае мы уже проводили более восьми односуточных, двухсуточный на Череше проводили, пятисуточный на речном вокзале в городе Барновль. То есть это суточный заплыв для нас уже, для жителей города, для руководства это не новое. Новосибирске это как человек в космос полетел. Хорошо, сколько участников уже заявились? Более 60 участников заявились, и я думаю, что они в полном объеме выполняют эту программу и проплут более 100 километров. И тем более городу Берску исполняется в сентябре месяце 300 лет, и этой дате они посвящают разные спортивные события. И Белые Медведи, Сибири и других городов России готовы, в общем-то, поддержать эту акцию. И тем более накануне Дня Победы и Всемирному Дню Здоровья, 7 апреля отмечается этот день, мы готовы. Вы посвящаете этот заплыв? Да, мы заплыв посвящаем. Участвует от 10 лет до 75, этот водост очень большой, разнообразный, и люди плывут разные дистанции, от 25 метров до 1000 метров. Такого еще Новосибирск не увидит за всю историю, наверное. Александр, ну пришли к нам вот с большим количеством наград и медалей. Я знаю, что недавно вы вернулись из Тюмени, и наши маржи завоевали 16 медалей, 7 из которых высшие пробы. Довольны результатом? 7 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые. 16 человек выступало на этих соревнованиях, чемпионат мира. Он 10-й юбилейный, впервые проводился в России, на реке Тура, в общем-то, в центре города, где сотни тысяч увидели вот это зрелищное спортивное мероприятие. И наши алтайские белые медведи достойно выступили. И если брать по количеству медалей с другими государствами, а их было более 42, то мы занимаем четвертую позицию. Вы представляете? Ну а как вы считаете, вот в чем такой оглушительный успех наших алтайских маржей? Я считаю, что это, во-первых, мы в течение года проводим более 40 мероприятий в год. И это и зимой, и весной, и летом. И непрерывно идут подготовки, соревнования, и участие. И вот наши молодые и уже опытные пловцы действительно доказывают свое мастерство на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира. Тем более, буквально сейчас, после окончания двухсуточного заплыва, с 8 по 10 пройдет первый открытый чемпионат России на марафонскую дистанцию. Один километр, вы представляете себе, по Енисею поплывут люди, такое большое расстояние, среди них будут алтайские белые медведи. Александр, ну у вас в течение года вот столько много соревнований, вообще успеваете прийти в себя и отдохнуть? Каждый выбирает, не каждый, в общем-то, мероприятие, потому что люди работают, как-то занятые, по мере готовности, финансовой, в первую очередь, поддержки своей. Потому что, как правило, выезжая за свой счет, особенно это доказал чемпионат мира, каждый старт на любую дистанцию был от трех тысяч, и последняя дистанция 450 метров. Для того, чтобы поучаствовать, надо платить более шести тысяч. Это очень дорого стоит, но, слава богу, мне пошли навстречу, это Ракшин, Мариара. Где оказали, ну и другим там, но в основном, основные все участники плыли за свой счет, это очень накладно. Но я думаю, что они не потеряли много, они вооружились знаниями, силой, энергией. И сейчас вот, чествую нас, Крайспортуправление пообещало нам найти базу на Грибном канале. И чтобы мы, как спортсмены, и тем более, как вид спорта, он так и так будет развиваться. Создалась Всероссийская общественная организация «Зимнее плавание», возглавляет ее «Адмирал». Создались сибирские федеральные округа, здесь тоже опытные руководители. То есть пообещали вам базу? Базу пообещали местные, базы пообещали местные власти. А, в общем-то, поддержку, я считаю, на федеральном уровне будут оказывать уже в дальнейшем нашим полотцам. Хорошо, Александр, расскажите, сколько сейчас моржей в федерации зимнего плавания «Белые медведи» и вообще армия людей, любящих зимнее плавание, она растет? На Пионерское озеро приходит очень много людей, любителей зимнего плавания. Это уже стандартная база, ее все знают, там и крещение проводится. И люди в выходные дни там проводят комфортно, в общем-то, свое время ради здоровья. Ну, а мы поставили баньку, поставили место для переодевания и сейчас уже на протяжении года активно туда приходим, занимаемся. Ну, вот весна немножко сейчас, вот вода поднимается, некомфортные условия, но немножко подождем и двухсуточный заплыв проведем на День Победы. То есть 6 на 8 мая. То есть здесь Барнауле на озере Кианевска? Здесь Барнауле. И так и так мы его не переносим, ну, вернее, мы его перенесли, но не отстраняем. А новички-то вот приходят к вам в федерацию? Обязательно. Мы и через средства массовой информации, и через друзей приглашаем, чтобы люди приходили, оздоравливались. Ну, кто хочет заниматься спортом, ради бога, они и этой деятельностью занимаются, потому что краевые, республиканские, международные соревнования проходят, и у каждого есть возможность поучаствовать в этих соревнованиях. А вот со скольки лет ребенка вот можно уже приучать к закаливанию? Я думаю, что это родители сами определяют, потому что они воспитывают. Ну, а вот вы готовы, вот самого юного участника, сколько ему лет, чтобы вы были готовы взять его? Шести лет люди уже готовы, да, шести лет уже формируется сознание у человека, и тем более дети, как правило, они к холодовым нагрузкам не так, как бы, боязно относятся, потому что это взрослый человек переживает заболеть, а ребенок, он в кости игры окунается, купается, ну, и не в ущерб для здоровья. Хорошо, Александр, отлично, но я не могу не спросить про ваше участие в программе «Острый репортаж» с Аллой Михеевой на Первом канале, и прежде чем мы продолжим об этом разговоре, я предлагаю нашим режиссерам показать нам фрагмент программы, внимание на экран. А скажите, а в каких вы, вот, трусиках плаваете? Обыкновенных, вон, шортиках, вот, обыкновенных, шортики, я уже приготовился для плавания, вот все. А чем они уникальны? Да ничем, обыкновенные трусы в магазине купил. Обычные трусы? Обычные, для плавания, это, в принципе, здесь... А зачем тогда вы их сняли и показали? Ну, а что, нельзя показать? Александр, скажите, ну, как вам вообще общение с Аллой Михеевой и участие в этой программе? Я, во-первых, ее до этого как бы не знал, такая молодая, энергичная девушка. Я как раз фотографировал и отслеживал выступление нашего двукратного чемпиона мира Олега Чекушкина. И в это время Алла Михеева подлетает ко мне и говорит, вот, а почему вы стоите, кто вы такой? Ну, я говорю, с Алтайского края, сейчас готовлюсь буквально через 10 минут на старт, потому что я уже был готовый, в халате. Ну, естественно, у меня... Ну, что было дальше, мы видели, Александр. А там, да, она спросила, какая форма одежды, естественно, я не скрывая, показал ту атрибутику, в которой я буду плавать. Она, конечно, удивилась. Люди не стали на улицах узнавать, все-таки первый канал, показали вам вас в прайм-тайме. Да я даже, если честно, я даже не признался, если бы я знал, что именно это будет в эфире, я немножко, конечно, по-другому поступил. Ну, я поступил, как поступил. Хорошо, скажите, если говорить о предстоящих соревнованиях, сейчас пройдет заплыв в Новосибирской области, к чему готовитесь еще, Ваша Федерация? Какие крупные соревнования намечаются? Сейчас самые такие крупные соревнования, это будет первый открытый чемпионат России, он будет проходить в Красноярске на реке Енисей, где будут разные программы. Заплыв 100 метров брасом, 200 метров вольности, командная эстафета 4 по 250, это очень необычная эстафета, но самая-то главная коронка – это заплыв на 1000 метров. У нас людей, которые плывут такие большие расстояния, в Алтайском крае единицы, вот Марина Исаева преодолевает, я и, в принципе, готовятся сейчас Чекушкин Олег и Денисов Андрей. Это люди, которые могут проплыть, они готовятся к этому старту, и я думаю, что, может быть, им повезет. А, в принципе, вот в России у нас единицы людей, которые преодолевают большие расстояния без ущерба для здоровья. Хорошо, Александр, спасибо вам огромное, мы будем обязательно болеть за вас в Новосибирской области, за ваших ребят, спасибо, что пришли. А мы приглашаем на двухсуточный заплыв, который пройдет у нас все равно на Алтае, в городе Барнауэль. Да, мы в мае еще раз об этом напомним. Первые, первые. Спасибо, Александр, я напоминаю, у нас в гостях был трехкратный чемпион мира по зимнему плаванию, президент Федерации зимнего плавания «Белые медведи» Александр Зеленецкий. Хорошего дня, оставайтесь с нами.